Автомобильные аварии, кражи, драки и похищения. Ежедневно в обзор камер Уфанет попадают десятки случаев. Ради безопасности и восстановления справедливости системой видеонаблюдения оснащают лифты, подъезды, дома, дворы и улицы. Каждую неделю мы показываем и анализируем записи с камер, чтобы вы могли видеть чужие ошибки, учиться и не повторять их. Давайте звоните, я не базариваю, не п***ь. В Уфе поздним вечером в подъезд многоэтажки настойчиво пытались попасть молодые люди. Они названивали во все квартиры подряд и просили жильцов открыть им дверь. Бл***ь, в квартиру иду, ключи дома забыл. Можете просто дверь открыть? Бл***ь. А кто там живет? Друг. А друга как зовут? Ну какая разница их зовут? Нет, я не открою. Потерпев неудачу, парни решили сменить тактику. Они попытались проникнуть в подъезд через окно второго этажа. Но и тут ничего не вышло. Тогда настырные ребята продолжили звонить в домофон и будить жильцов. Алло, да, здравствуйте, сантехник на третий этаж. Звониться не могу, откройте, пожалуйста. У меня канал, квартира, там что-то, б***ь, какая-то... Чи***, б***ь, что ли? Или второй, или третий этаж. Ну говори сантехник, скажи, б***ь, доставка или что-нибудь такое. Да. Алло, да, здравствуйте, доставка? Мне на седьмой этаж надо попасть. Вот и здравствуйте, там седьмой этаж. Ну а там недосколько, почему? Кто-то из доверчивых жильцов все-таки открыл незнакомцам дверь. Что делали парни в подъезде, стоит только догадываться. Примерно такая же ситуация произошла в Казани. Но там жильцам названивали люди, которые представлялись полицейскими. Кто там? Полиция, откройте, пожалуйста. К соседям. Я вас не поняла. Чтобы сфотографироваться для распознавания по лицу... Действительно ли это были, сотрудники МВД, неизвестно. Но кто-то из жильцов спустился вниз и впустил их в подъезд. В Нефтекамске коммунальные службы занимались своим любимым делом – уборкой придомовой территории. На этих кадрах видно, что парковка возле дома почти полностью освобождена от машин жильцов. Однако владелец Лады Калины, возможно, не слышал предупреждений о чистке снега, либо просто проигнорировал его. Так или иначе, легковушка явно мешала работе жилищников. Они решили отомстить хозяину автомобиля. Двое мужчин начали лопатами загребать снег под машину и обкладывать ее с прессованными комками со всех сторон. После этого жилищники ушли. В Уфе водителя за рулем кроссовера занесло на повороте. Автомобиль вылетел с дороги. Он пробил ограждение, снес шлагбаум и заехал в сугроб. Оказалось, что мужчина был пьян. Дуйте, дуйте. Идет анализ. Не знаю, что я бухой. Как сообщили в ГИБДД по Уфе, мужчина уже 8 лет как лишен водительских прав. Теперь ему грозит уголовное наказание. В Орске произошла необычная кража. Из подъезда дома вышли двое мужчин. Один из них при помощи ножа перерезал веревку и снял с дерева кормушку для птиц. Вытряхнув ее содержимое, он положил похищенное в пакет своего товарища. Зачем им понадобилась кормушка, неизвестно. По Дуфой нетрезвый мужчина за рулем иномарки во дворе дома протаранил два автомобиля. К месту аварии сразу подошли очевидцы. Виновник ДТП попытался с ними договориться. Как сообщили в ГИБДД по Уфимскому району за нетрезвое вождение и нарушение ПДД в отношении водителя возбуждены административные дела. А этот изрядно выпивший житель Оренбурга готовится напасть на стеклянную подъездную дверь. Видимо она никак не хотела впускать мужчину. Поэтому он решил пойти дорогой воина. Отсчитав до трех, пьяный мастер пошел в атаку. Затем боец пропадает из обзора камеры умного домофона компании Уфанет. Что происходило дальше не видно, но хорошо слышно. Как рассказали жильцы, попав в подъезд, мужчина не успокоился и русскурочил почтовые ящики. Также выяснилось, что он перепутал дома и пришел к соседней многоэтажке. В Уфе большегруз ехал по заснеженной улице. На подъеме фура начала буксовать. За ней образовалась автомобильная пробка. Дальнобойщику на подмогу пришел трактор. Он взял его на буксир и дотащил до перекрестка. Там водители оцепили трос, обменялись рукопожатием и разъехались. В Саловате дети нашли для себя сомнительное развлечение. Они сняли на видео, как бросают сырое яйцо в подъездную дверь. Один из ребят на камеру громко объявил, что это вторая попытка и с размаху бросил яйцо. После этого сорванцы убежали. В Уфе посреди дороги загорелась иномарка. У нее из-под капота начал идти дым. Водитель остановился и начал что-то искать в багажнике. Но, по всей видимости, ничего подходящего там не нашлось. Тем временем, к мужчине на помощь подбежали неравнодушные водители. Сначала в ход пошли огнетушители, а потом лопаты и снег. Им почти удалось сбить огонь, когда к месту подъехали пожарные. Они и поставили финальную точку в этой истории. В Ишимбае автомобиль самостоятельно провел ходовые испытания. Его хозяева припарковались возле дома и зашли в подъезд. Но не успела за ними закрыться дверь, как легковушка начала медленно катиться вперед. Скорее всего, водитель не поставил машину на ручной тормоз. Неизвестно, как далеко бы уехал беспилотный автомобиль, если бы у него на пути не стояла скамейка. Машина врезалась в нее. От удара бампер сломался. В таком виде свою ласточку водитель обнаружил примерно через два часа. В подъезде уфимской многоэтажки произошла потасовка. Жильцы затеяли драку с завсегдатами квартиры, которую использовали как алкопритон. Как говорят жильцы, больше года сомнительные личности собирались в пустующей квартире. Причем у жилплощади есть хозяйка, которая долгое время не появлялась. Любители спиртного вскрыли замок и использовали чужие квадратные метры в своих пьяных целях. Однако жители многоэтажки устали это терпеть и сделали визитерам физическое замечание. Хорош! Ребят, хорош! Не надо, не трогайся, пожалуйста! Ребят, не надо! Пацаны, пожалуйста! Не надо! Полулаху отсюда, блядь! По словам уфимцев, они неоднократно обращались к участковому, чтобы тот принял меры. Но алкопритон продолжал действовать. Однако после потасовки в подъезде объявилась хозяйка квартиры и установила дверной замок. Чем выгодно видеонаблюдение от компании Уфанет? Камеры не нужно покупать, вы получаете их в пользование. А монтаж и настройка всего оборудования производятся бесплатно. Записи с камер попадают в архив и хранятся там от 5 до 30 дней. Смотреть видео можно онлайн или в архиве прямо с мобильного устройства. Подробнее об услуге и видеонаблюдении от компании Уфанет вы можете узнать по номеру 09388 и на сайте ufanet.ru Продолжение следует... Продолжение следует...